Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы опять играем в Трансформис. Сегодня я обещала вам уже несколько раз, что мы посмотрим Хэллоуинский ивент. И на данный момент вы наблюдаете одну из таких вот карт, ивентских. Правда, я тут только вошла, и тут уже идёт ивент, поэтому как-то не срослось. Ну, короче, ивент, он наступил где-то в конце... Или в начале октября, в начале октября, по-моему, был ивент, самый основной. Я лично люблю обозревать ивент именно в ваниле, потому что, ну, она такая простенькая и так далее. Ну, и так как ждать ивент это пиздец как долго, поэтому я буду подключаться к вам только тогда, когда будет ивент. Так что, наливайте пока себе чай, чаёчек, а я пока буду ждать ивент для вас. И так, друзья мои, наступил ивент. Наконец-то называется, я его дождалась. И вот этот ивент вы видите вот тут вот, короче, повсюду вот эти батарейки. Это батарейки. Весь прикол в том, что эти батарейки нужно собирать, нажимая на пробел. Вот здесь вот показывается, сколько я батареек собрала и сколько ещё надо собрать. Вот здесь показывается, сколько призраков надо убить, чтобы получить титул. Но я уже убила достаточное количество призраков. Призраки это вот эти, это боты и они нас ловят, скажем так, в такие странные треугольники. И чем больше мышей на карте, тем больше, конечно же, будет этих призраков. Вон там вот на втором этаже их просто пиздец, как много! Но на самом деле, именно эта карта достаточно забавная. То есть, здесь не надо собирать конфеты, здесь нужно убивать этих призраков. У меня ещё одну батареечку и я пойду убивать. И я пойду убивать! Что, вся кровожадная очень. Иди сюда. Ох ты, сука. А ну иди сюда. Нормально. Уже 43. Ну и получаете титул Пак Мышь, но на самом деле, меня вполне устраивает мой титул. Я на него копила. Кто не знает, титул это вот это вот тут в кавычках, короче, указано. Ну мало ли. Хотя не знаю, кто тут уже не знать может. Пусти, дай батарейку взять. На самом деле, иногда у них не получается поймать Мышь. Сбои, они такие. Аааа, время, блин. Эх, встретимся в следующем ивенте. Итак, ещё один ивент, друзья мои. Тот же самый особняк, здание, не знаю, я вам его как-то уже по раз показывала. И здесь нужно бегать и собирать конфеты. Как вы видите, они тут по всей карте рассыпаны. Рассыпаны. Ну и, конечно же, нужно вложиться вот в это время. Две минуты. Я не просто так играю сейчас в Ваниле первой. Я её терпеть не могу, но я в ней сейчас. Просто ивент там, по-моему, от 14 или от 10 мышек. Ну, в общем, должно быть много мышек в комнате, чтобы был ивент. И был почаще. Тут сейчас вот 32 мышки, короче, это ебать очень много. Я пока ждала ивент, уже от шаманин успела. К сожалению. Ну, действительно, здесь очень долго его приходится ждать. И это, на самом деле, ещё не все ивент-карты. Зачем нужны конфеты, я объясню там, где мы будем их тратить. Если мы сейчас будем их тратить. Будет ли это карта сейчас. Короче, до этой конфеты я никогда не достаю. Скилл не прокачан. Есть, короче, одна конфета. Вот это понятно. Не знаю даже, как до неё достать. Но один раз у меня получилось. Вон там вот, короче, на летучих мышах. Тут, короче, пока вас не было, сторговалась с одним челом. Отдала ему почти все конфеты. Или ей, не знаю. Ну, почти все у меня. Их было 100 штук. Осталось 50 очень. Четвертинка наполовину. За расходники. Ну, расходники это всякие вот такие рисовашки. Вот, это то самое место, где мы сейчас будем тратить конфеты. Это, короче, автоматом. Здесь, собственно говоря, кидаете конфету. И получаете за это что-то. Если у вас выпало, ну, три одинаковые картинки. Здесь можно сорвать джекпот. Если вы срываете джекпот, то там, по-моему, абсолютно все конфеты, которые потратили здесь когда-то мыши, вам достаются, по-моему, там сыр достается или клубника. Не знаю, короче, что там конкретно в джекпоте, я так и не поняла. Но это, заебись, как круто. И на это как раз идет конфета. То есть вы кликаете, и тут показано, сколько конфет вы тратите. На каждый автомат. Нельзя сказать, что если вот, например, этот за один сыр. Не сыр, конфету. А вот этот за три сыра, то значит здесь больше шанс, что выпадет джекпот. Джекпот может выпасть и вот в этом дешевом автомате. Но раз их три, то надо, как говорится, выжимать из них просто по максимуму. Даже если вот вы нажали, например, там на автомат и уже успели уйти, скажем так, с ивента, то все равно, если вы что-то выиграли, вам это выпадет. Ждем следующую карту. Итак, друзья мои, я наконец-то дождалась этого момента. Еще один ивент, собственно говоря, здесь все то же самое. Нужно бегать, собирать конфеты, просто здесь у нас есть враги. То есть здесь есть призраки из скелета. Вот скелет, короче, вот он. Просто среди мышек на самом деле очень сложно что-либо заметить. И меня очень сложно тоже заметить, потому что здесь все мышки одинаковые. Я не знаю, когда мы уже перейдем к основному. Их, блядь. Нет, нет. К ивенту с мёдлами, короче. Ну, нахуенин. Короче, все, что я могу сказать по этому поводу, что этот ивент охуенин. И вообще, на самом деле, хэллоуинский ивент у них получился достаточно разнообразный. Не то, что вот все остальные, то, что там одна карта. Хотя вот тот ивент, который был типа школа, там тоже были разнообразные карты, но он был не такой интересный. Блядь, я щас сдохну. Я хлопануть тебе пришел, бро. Ой. Но я щас реально сдохну. О, нормально. Да ну ёптвою. Сейчас уберу тут конфеты, короче. Вот тут еще одна конфета и норка. Сыр тут не надо брать, просто в норку заходите и все. Да, у нас тут... Вот. У нас сейчас в руме модератор. Так что. Вот еще один, короче, ивент, где нужно собирать конфеты и бить этих пидоров. А еще здесь есть магазинчик. Но я почему-то не могу сейчас в него зайти. Но это на самом деле не особо важно. Не имеет никакого значения. И действительно очень сложно увидеть свою мышку вот в таком количестве народа. Да, вот когда она красной покрылась, это было очень заметно. Так, все, все, конфеты забрала. Короче, могу сваливать отсюда, к чертовой матери. В норку. Все, шикарно. Ну, а для чего конфеты, я вам уже говорила. В автомате и так далее. Кстати, написано, что карта это Хэллоуин 2012. То есть, это, ну, не свежая. Кошмар. Сурисы тут, это, воюют с призраками. Какая прелесть. Вот именно. Давайте быстрее. Это, наверное, одна из самых моих любимых карт. Здесь, короче, ну, здесь есть всего три конфеты, куча призраков и есть котик. Котик-абормотик. Короче, его надо добить и получить иголу кота. Ну, типа, в качестве бонуса там все дела. На самом деле, вот эти вот молнии, ну, пиздец, как мешаются. Ой, я себя не милю. О, мы добили кота. Не, ну, на самом деле, когда народу очень много на карте, то его бить, конечно же, проще. А когда у вас там человек 5, ну, 10, совсем как-то, совсем не катит. Пойду, что ли, призраков, по-моему, плыли. Эх, закончился ивент. Ладно, сейчас ждем, короче, последнюю карту ивентовскую. Я к вам возвращаюсь. Итак, народ, это тот самый ивент, на котором мы, собственно говоря, и появились. Ну, ивент-карта, которую я вам так и не показала. В общем, прикол в том, что здесь открываются двери и под одной дверью либо будут вам конфеты и ручка, а либо вас убьют. Ну вот, здесь, значит, мне попались конфеты, здесь выпала мина, ну, то бишь, бомбочки. А здесь может пол провалиться. А, черт его знает. О, конфетки дали, шикарно. А этих на шариках подвесили. Смотрите, там слендер. Хе-хе. О, опять конфеты дали, шикарно. Я вообще обещала, что это будет последняя карта, но есть еще одна. Там, по-моему, по игре Flappy Bird или как-то так она называется. Там на метлах надо кататься, короче. Ручку дали, шикарно. Но почему-то я вот сижу здесь уже, наверное, часа два. И никак не могу поймать этот ивент. Поэтому, я не знаю, поверьте мне на слово, что здесь действительно есть такая карта. Там, короче, мышки все летят на метле, и нужно предоставить препятствия, собирать конфеты и метлы. И все. Ну, потому что я больше не могу уже играть. Вот честно. Ладненько, друзья мои. На этой прекрасной ноте Сейерима нашу завершил. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok